РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Всем добрый вечер. В эфире вновь программа «Мама знает всё» в студии Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Программа создана по инициативе Российского Футбольного Союза при поддержке «Газпромбанка». Как вы знаете, мы здесь встречаемся с замечательными героинями – мамами, которые вырастили игроков для национальной сборной по футболу. Сегодня мы в питерской студии «Авторадио» и с нами Нурия Закирьяновна – это мама футболистки Лины Якуповой, играющей в настоящее время в женском футбольном клубе «Зенит» и за национальную сборную. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Лина Якупова – полузащитник и нападающий, очень яркая спортсменка, футболистка, которой по-настоящему можно любоваться на поле. Ну, впрочем, обо всех ее заслугах и успехах мы сегодня будем говорить и с тренерами, и с коллегами по игре. Ну, кстати, Линой можно любоваться не только на поле, она вообще очень красивая, эффектная девушка. Нурия Закирьяновна, на кого больше похожа Лина? Лина похожа на своего отца. Красавец-мужчина? Да. Был, к сожалению, его нету. А характером в кого пошла? В характером тоже, наверное, в него. Папина дочка. И мамина тоже есть. Я всю жизнь тоже любила спорт с детства. В детстве футбол гоняла, я и баскетбол, я и на лыжах, я везде. Серьезно? Да. Ну, то есть это было на уровне любительском или соревнованиях тоже принимали участие? Любительский, это, ну, в школе мы еще. Ну, ездила в район, там, прыгала в высоту, прыгала в длину, ну, очень шустрое было. Вот оно что. Лине сейчас 31 год. Сколько лет она же в футболе получается? Пяти лет, наверное, она начала на стадионе, бегала, бегала с мальчишками и выросла на стадионе на этом. Когда Лина была еще совсем маленькая, о чем вы мечтали? Кем вы ее представляли? Я думала, она поступит куда-нибудь, либо бухгалтером была, либо врачом была, вот таким вот. Ну, о детстве футболистки Якупа мы сегодня еще обязательно будем много говорить, а сейчас к актуальному, к играм за сборную страны. Лина была включена в состав сборной России во время отборочного цикла женского чемпионата мира по футболу 2019 года. Говорим о том, насколько нужна футболистка Якупова главной женской команде страны с лидером, с боссом этой сборной Юрий Красножан у нас в эфире. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Нария Закирьяновна. Здравствуйте, как я слышал. Вы знаете, у Лины был достаточно продолжительный период жизни, когда она, в общем-то, приостановила профессиональную карьеру. Вы наверняка в курсе этого. Да, конечно, она пробовала работать тренером, так что мы в какой-то степени коллеги. С ней и мне гораздо проще общаться. Мы на одной волне в плане мыслей и понимания. Как вы считаете, за счет чего ей удалось вернуться в большой футбол, вернуться в сборную и стать, собственно говоря, одним из лидеров команды? Ну, я могу только предполагать. На самом деле, и Лине, наверное, трудно будет объяснить. Но это задатки. Футбольные задатки, природные задатки. От них никуда не денешься. Второе – это характер, думаю. Ну и, конечно же, то техническое оснащение, то понимание. Индивидуальные действия. А понимание больше командной игры. Это тренерский опыт, пускай он пока был небольшим, но он тоже послужил вот этому второму возвращению Лины. А вот скажите, Лина однажды сказала в интервью, что женский футбол, он намного жестче мужского. Я поддерживаю это мнение, Лина, потому что вот в процессе тренировок приходится девочек-останавт. И здесь достаточно большой травматизм, пониженная какая-то планка, инстинкта самосохранения. И здесь достаточно бескомпромиссно. Тяжело вам? Не тяжело, очень интересно. Вот, наверное, не было такой команды, где так упоенно вслушивались каждое слово, старались сделать. И я очень рад этому периоду своей жизни. Надеюсь, девочки тоже будут рады и будут пользоваться. Ну и расскажите о нынешних, ну, настоящих спортивных делах в сборной. Что сейчас, какие самые главные задачи, какие самые главные проблемы? Сейчас с завистью смотрим на соперниц, которые в это европейское окно играют в матче отбора на мира. А мы только... На 23-й год, да? Да. Мы проводим сбор в Новогорске. Сыграли одну игру с локомотивом контрольную и 11-го числа двухсторонний матч отборного. Пригласили девочек, которые проявили себя или в молодежной сборной, или в рамках чемпионата России. С тем, чтобы расширить список кандидатов в сборную. Опытных девочек не всех вызвали. И вот таким образом стараемся подготовить более расширенный список кандидатов в сборную для участия в дальнейших соревнованиях, в которых мы будем участвовать. Должны быть. Ну, по крайней мере, будем надеяться. Юрий Красножан был у нас в эфире. Юрий Анатольевич, до новых встреч. Спасибо огромное. До свидания. Всего доброго. Мама знает все. А в какой момент вы не углядели за дочерью, и она стала играть в футбол? Я всегда работала. У меня трое детей. Кормить-то надо их. Бегала-бегала. Я приду, еще кричу на нее. Посуду не помою. Я пойду на тренировку. Никуда не пойдешь, пока посуду не помоешь. Мам, я пазу бегом посуду быстро-быстро помыла. Уже все, след простыл. А футбольное поле где-то рядом с домом было? Через дорогу, да. Вот там она играла с мальчишками или у нее в друзьях там еще? С мальчишками, с одними мальчишками. Затем вся эта дворовая компания записалась на борьбу. И Лина тоже пошла с ними? Пошла с мальчишками. Я не знала об этом, что она на борьбу ходит. Не знала. Потом мне как сказали, я говорю, дочь, а ты чего? А какая, вольная борьба, да? Я не знаю, какой борьбой там. Ну, занималась. Потом она на футбол перешла. Ну, ходила на кружки, на шитье, на вязание ходила. Но бесполезно, да? Нет, почему? Она на вязание когда пошла, грибок такой связала и больше не захотела. Куклам сшила, сидела. Даже братику своему обувь сшила. Кордонки вырезала там, с тряпками намотала, как лапки. Там маленькая же еще была. И сын мой идет в магазин. Я как увидела, это что такое? Лина меня сшила. Босоножки. Лина везде первая. А старшая дочь помогала вам обуздать вот спортивные увлечения средней? Старшая дочь, она не спортсменка у меня. То есть они разные совсем, да? Совсем разные. Малой у меня мальчик, сын. Он тоже футбол гонял с ней, с Линкой. Ну, он на 4 года младше. То есть самая спокойная у вас старшая, умненькая дочь, правильно? Да, ей досталось. Я на работе, она их нянчила, она их все с ними. Ну, я предлагаю сейчас со старшей сестрой Лины Якуповой связаться. Лично и поговорить. Лариса у нас на связи. Здравствуйте, дочек. Ой, знакомая. Лариса, у вас достаточно большая разница в возрасте с Линой. В связи с этим у вас были разные интересы, и вы редко вместе проводили время вместе с Линой? Или же наоборот? Ну, наоборот, вместе были. Она всегда меня слушалась в спорту. Я тоже люблю очень спортовидные такие дела. Лариса, я вам сейчас сразу Тайну открою. Мама только что сказала, что вы не спортивная. Вот как хотите к этому относитесь, но мама только что... Ну, так вот, да, мамусик. В плане того, чтобы бегать, я нет. Ну, плавание, велосипед. Потом Лина вот случайно попала на стадион, зацепилась за мячик и понесла. И никак не отцепится. Ну, слава богу, наверное, нашла свое призвание. А какая вот была ваша младшая сестренка в детстве по характеру? У нее был, честно вам сказать, мальчишеский характер, наверное, такой мальчишеский. Она была упрямая. Она и сейчас вот, она идет к своей цели. Она целенаправленная такая. Она очень холоднокровно обдумывает свои поступки. Если она решила, то она этого добьется любой ценой. Вот что она сказала, то и будет. Причем с самого рождения. Упрямая. Ну, например, вот я вам рассказываю. Говорю, Лина, давай помой посуду. Ну, как бы девочку надо приучать, да. Я говорю, Лин, помой посуду. Она говорит, не буду мыть. Я говорю, ну, ты вырастешь, ты замуж там выйдешь. Кто тебе будет ее мыть посуду? Она говорит, у меня есть лягушка в городе. Я уеду к ней, и там будет мне служанке мыть посуду. Ну, вот в плане того, что она по хозяйству, она не хотела ничего делать. Она всегда говорила, что за меня это будут делать. Ну, конечно, это сейчас не так. Но на самом деле... Но еще не вечером, я думаю... Вот она попалась. Лариса, а вы сами к футболу как относитесь? Вообще любите, смотрите матчи? Вот с того времени, пока Лина не начала работать в футбольном спорте, я его не понимала и, наверное, и не понимаю еще сильно. Но когда Лину мы смотрим, мы кричим так, что просто крыша содрыгается у нас у всех соседей. Аж все выбегают. Ну, они уже понимают. У меня на работе, я на заводе работаю. Там все знают, что у меня сестра футболист. Все смотрят ее матчи, все потом обсуждаем там на перерыве, сидим. Так это интересно, это так приятно, что ее знают все. Спасибо большое. Мы все гордимся. Вам тоже спасибо. Всего хорошего. Старшая сестра Лина Якупова и Лариса была у нас в эфире. Нурья Закирьяновна, а вот сильно изменилась ваша средняя дочь с момента, когда начала заниматься профессионально футболом? Не изменилась. Как она любила семью свою, так и любит. Эта программа «Мама знает все». Говорим сегодня про одну из самых ярких представительниц женского футбольного «Зенита» и сборной России, Лину Якупову. Сейчас небольшой перерыв. Как воспитать чемпиона? Мама знает все и расскажет на Авторадио. Лина Якупова – футболистка женского футбольного клуба «Зенита» и национальной сборной России. Наша программа посвящена ей и, конечно же, ее маме. Замечательному человеку, который знает все. Программа создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Нурья Закирьяновна, вот скажите, как вы раньше звали Лину домой? Когда вот она в очередной раз там, например, где-то с мальчишками гоняла на поле, а вы так вот ей в форточку, как вы ее домой загоняли? Линочка, домой! Лина, заходи, да? Заходи! И Лина, заходи в студию. У нас сегодня просто невероятный сюрприз. Сама героиня появляется здесь, в нашей студии. Всем привет, очень приятно. Спасибо за приглашение. Я сегодня не одна. Со мной сегодня Даниил, мой молодой человек. Даниил, приветствую. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Да, действительно, компания у нас собралась прекрасно. Это очень по-семейному все это получается. Даниил, мы, конечно, сейчас в первую очередь будем расспрашивать Лину, но твои комментарии тоже очень понадобятся. Так что всегда будь готов, если что, добавить свое слово. Всегда готов. Лин, за что ты любишь футбол? За эмоции. Сложно сказать, за что, но просто вот он мне нравится, потому что я получаю огромное удовольствие. Для меня футбол в жизни стоит почти на первом месте, потому что от него зависит мое настроение. Я тут недавно поняла, что это правда. Мы, девушки, мы эмоциональны, это важно. Я чувствую себя важной, наслаждаюсь от того, чем я занимаюсь. Если у меня что-то не так в тренировках, в спорте, это нормально. Бывают и хорошие эмоции, бывают и плохие, бывает, что я чувствую себя суперзвездой, бывает, чувствую, что пора закончить с футболом. И такие моменты бывают. И когда все хорошо, у меня в жизни, в принципе, везде все хорошо, даже если что-то может быть не так. Но если у меня что-то не очень на тренировках или в спорте, если я как-то неуверенно чувствую, это переносится, к сожалению, и на жизнь. У меня нет настроения, у меня все плохо, хотя все вокруг хорошо. И тут приходится близким очень сильно меня поддерживать. Данил, приходится? Приходится выводить из этих состояний тоже, потому что бывают, как Лина уже сказала, что плохие матчи, где, может быть, с нашей точки зрения, с стороны диванных аналитиков и зрителей, они хорошие, но Лина-максималист по жизни требует от себя по максимуму. И приходится ей показывать какие-то хорошие моменты, искать. Успокаивать, короче. Своё плечо подставлять, можно так сказать. И вместе выходим, вместе справляемся, вместе переживаем. Может, есть что-то, что всегда стабильно поднимает ей настроение? Ну, наверное, шоппинг помогает. Мы сейчас до этого доберемся, до этого мы сейчас доберемся. Давайте вот сейчас сначала еще по-серьезным, а потом пойдем уже по всем вот этим самым эмоциональным моментам. Лин, скажи, пожалуйста, чем женский футбол круче мужского? С эмоциями, потому что девушки действительно любят то, чем занимаются, действительно искренне любят футбол. Из этого мы делаем вы. Вот что, по мнению Лины, мужчины, который занимается футболом, не очень его любят. Нет, нет, я не про это. Я про то, что у нас зарплаты намного меньше, чем у мужчин. И, в принципе, деньги для нас стоят не на первом месте. И какие-то финансовые благополучия, они на первом месте. Мы просто обожаем. Игра ради игры. Да, игра ради игры. Вот это у нас на первом месте. И поэтому на тренировках, на поле, в играх девчонки, наверное, более самоотверженнее. Я разбивала два раза лоб. И когда я разбила второй раз лоб, я упала, у меня течет. Я понимаю, что... На игре? Да, на игре я разбила рассечение. Я понимаю, что у меня течет кровь. В принципе, я этого всего боюсь. Но ко мне подходит доктор. Это была 20-я минута матча. Играли мы с Казанью, с Рубином на выезде. Ко мне подходит доктор. Там уже все пишут в трансляции «Лина, живи». А я доктору говорю, доктор, пожалуйста, замотайте. Я хочу доиграть матч. Он такой, да, хватит. Нет, замена. Да, поэтому вот ничего. Иногда даже есть ситуации, когда что-то беспокоит, какая-то травма. Я буду терпеть до последнего. Могу даже промолчать, не сказать тренеру, потому что я очень хочу играть каждый матч. Для меня это важно. Также и каждая практически из девочек, которых я знаю. И даже те девочки говорят, вот, выйдите удачно замуж. Зачем этот футбол? Даже вот пример. Ксюша Коваленко вышла замуж удачно. Родила ребенка и вернулась. И при этом у нее там, она перенесла несколько травм, да. И восстановилась, она вернулась, потому что она любит футбол. Потому что для нее это важно. А говорят, что вы, девчонки, во время игры можете матом ругаться. Врут. Врут. Ну, и я за Кирьяновна. Не слышала. Понятно. Ну, Нил, ваш выход. Звездят. Понятно. Лина, а слезы от футбола бывают? Вот, может, вспомните какой-то очень эмоциональный момент в карьере, где вот было, может, больно или переживали очень сильно? Конечно, в основном слезы могут быть от эмоций. Допустим, вот у нас в прошлом году был финал кубка. В игре с локомотивом мы уступили 1-0. И было очень неприятно, обидно, больно. Потому что и мы вышли в финал, и хотелось выиграть кубок. Мы к этому долго шли, и атмосферу для нас создали всю, чтобы выиграть. И было как-то вот, и болельщики приехали, и родители приехали, сидели на трибуне, смотрели вживую. На этом матче у меня первый раз мама была, и хотелось вот как-то вот, ну, по-особенному сыграть и выиграть этот матч. Но, к сожалению, мы уступили 1-0. Болель, конечно же, эмоции, слезы, расстройство после этого матча. Нария Загрияновна, а на вашей память, когда вы больше всего волновались за дочь? Честно сказать, я всегда за нее волнуюсь. Когда начинает она не играть, лишь бы травм не было. А за победу, естественно, начинаешь болеть по ходу дела. Даниил, а у вас? В какой момент вы вот сильнее всего переживаете за футболистку Якупову? Вы знаете, я, наверное, каждую минуту, когда она находится на поле, переживаю, потому что футбол достаточно жесткий вид спорта, и в каждую минуту что-то может произойти. У меня облегчение наступает, когда звучит финальный свисток, когда происходят иногда замены, Лину меняют. Тогда тоже я могу немножко выдохнуть и подуспокоиться. А вот когда она лоб разбила? Или это было давно? Ну, первый раз, когда это был, по-моему, она за сборную играла, матч со Словенией был. И я по телевизору смотрел, и я сразу же начал звонить ей. И первое было, все, мы заканчиваем, прекращаем, вешаешь бутся на гвоздь. Но, как бы, я понимаю, это все равно ее выбор, и здесь я ничего не могу сделать. Первый раз не такая сильная сечка была, второй раз очень сильная была. И тогда я уже прям настойчиво сказал, я говорю, Лин, все, заканчиваем с футболом, да? Заканчиваем с футболом, либо я тебе покупаю этот мотоциклетный шлем, либо шлем для американского футбола, и будешь вместе с ним бегать. И даже Лину шутил с Линой. У Петра Чеха, вратаря Челси и вратаря сборной Чехии, у него был такой вратарский шлем. Я говорю, Лин, давай мы подберем красивый, там, со стразиком, там, розовенький, и будешь с ним выходить на поле и играть. И я тогда буду спокоен. Совсем недавно, после матча с Ростовом, когда ты забила очередной гол, ты сказал в интервью, что поставила для себя высокие цели на сезон, забить как можно больше мячей. И якобы тебя мотивирует то, что если ты забьешь пять мячей, Даниил тебе купит туфли Джимми Чу. Даниил, ты в курсе вообще? Да, подтверждаю, подтверждаю. Я даже помню, я был в Питере, работал, мы завели разговор про личные достижения, которые Лина ставит перед собой во время чемпионата. И как раз по голам и голевым передачам. Я посмотрел ее статистику, как предыдущий сезон, и думаю, ну, давай в этом году, если забьешь, там, от пяти мячей, то какой-то будет тебе подарок. Я говорю, что ты хочешь? Она говорит, ну, туфли. Я говорю, ну, какие? Я говорю, давай, говори все, что... И вот она озвучила. Я говорю, ну, все, хорошо, договорились. И это было осознанное решение. Сколько еще голов осталось до туфель? Два, два гола. Притом это подсказала Лина, потому что она четко ведет статистику, и четко вижу цель, иду к ней. А вы с Даниилом матч после игры разбираете? После игры, особенно если чувствую, что что-то не так, что-то я к себе привязываюсь, что что-то где-то я не очень сыграла. И когда Даниил говорит, да, ты сыграла не очень в том-то моменте, тут все сразу. Даня, все, пожалуйста, больше мне ничего не говори. Тут такие моменты вот парням, у которых девушки-спортсменки, или особенно футболистки. Совет огромный, не надо говорить плохого вообще. Может быть, через какое-то время, через три дня можно разобрать какие-то ошибки и сказать свое субъективное мнение. Но сразу лучше этого не делать. Опасно? Опасно. Даниил, хорошая футболистка из топового клуба. Может быть хорошей хозяйкой? Да, конечно, может, но я с позволения Лины могу, да, историю интересную рассказать. Как-то я приехал с Москвы в Петербург, захожу домой и жду, что будет приготовленный вкусный завтрак, либо ужин, там будет вкусно пахнуть. Захожу. И на плите я вместо кастрюли с борщом вижу, что стоят бутсы, и все. Я говорю, Лина, я говорю, ну, я, конечно, все понимаю. Я говорю, ну, вот это, это просто вышка. Она говорит, ну, ничего страшного, сейчас закажем. Не, ну, а так, на самом деле... А почему, а почему там стояли на плите бутсы? Лин, что это? Потому что возле плиты у меня там розетка, а бутсы после каждой тренировки я сушу. Знаете, есть такие сушилки, вставляются. Я сушу, и на тот момент я приехала, наверное, с выезда или с игры, может быть, у меня не было сил. Вот действительно, когда игры или выезды, иногда бывает, ну, нет сил что-то приготовить и так далее. И тут приехал еще Даниил, и я еще, ну, вообще не было сил и желания готовить. Но я благодарна Дане, то, что он с пониманием всегда относится. Но когда у меня отпуск... Расскажи, Даниил. Когда отпуск, меня балуют и тортиками, и вкусняшками, и всем. Ты ему речь написала, да, вот сейчас вот это вот? Что он должен был пронести? Лина, а вот теперь вопрос посерьезнее. Ты за время игры в «Зените» стала лучше, выросла в игре? Да, конечно, я уже провела в «Зените» сезон, сколько мы четыре игры сыграли. Конечно, я считаю, что я выросла. Ну, а тяжелее не стало? Вот, извини, ну, тебе уже не 18, нагрузка больше, возраст тоже больше. Нету вот разницы между тем, как ты играла 18 лет и вот как сейчас тебе 31, да, по-моему? Да, вы знаете, я сейчас, наверное, более профессионально стал 18 лет, я не помню, просто я могла, мне кажется, две-три игры в день сыграть и не почувствовать. Мне повезло с моим организмом, у меня очень хорошее сердце спортивное и много выносливости, силы. В принципе, тренировки мне даются легко, физические нагрузки мне даются легко в силу, возможно, моей генетики. И, возможно, еще с возрастом я еще наработала работоспособность такую уже более профессиональную, 18 лет, еще детство было. А сейчас как-то более осознанно и более по физическим нагрузкам я не скажу, что мне стало тяжелее, потому что мне легко дается. Наверное, последний же вопрос, хотя не хочется абсолютно вас отпускать из студии, но есть еще много других гостей и экспертов. Все-таки про лягушек, все-таки про эту твою волшебную страну, про которую сегодня нам рассказали и мама твоя, и твоя сестра. Правда, в детстве я выдумала для себя, наверное, такой какой-то защитный уголок и сказала, у меня есть лягушка. Вот меня обижала мама, там, сестра еще. Я заплачу, обижусь на них и скажу, все, я уеду жить к лягушке, вас не возьму с собой, извините. Но потом, когда мы... Слушай, но это не связано с какой-то сказкой, с каким-то фильмом, с каким-то впечатлением, это просто какая-то фантазия, да? Это просто из головы я выдумала себе, что вот у меня есть лягушка, но она была очень богатая, и у нее был очень большой дом, и у нее было все, как у лягушки. Спасибо вам огромное. Итак, Даниил, спасибо, было очень приятно познакомиться. Взаимно, спасибо. Лин, не хочется расставаться, но нам нужно с мамой еще тет-а-тет, наверное, будет побеседовать, плюс еще предполагаются гости в программе. Спасибо огромное, было невероятно приятно познакомиться. Очень рада, что ты появилась у нас в программе. Я думаю, это очень здорово, потому что, ну, своих героев, своих, в общем-то, любимых спортсменов люди должны знать ближе и узнавать про них такие интересные истории. Спасибо. Спасибо большое вам за эфир, было очень приятно. Ну, кстати, программа на этом еще не заканчивается, сейчас просто небольшой перерыв, а потом мы продолжим. Российский футбольный союз при поддержке Газпромбанка представляет программу «Мама знает все» в студии Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Мы сегодня в Санкт-Петербурге, куда специально приехала из Краснодарского края Нурия Закирьяновна мама футболистки женского клуба «Зенит» Лины Якуповой. Лина Якупова также еще у нас в национальной сборной. Продолжаем разговор лично с мамой Нурия Закирьяновна. Готова? Готова. Ну, рассказывайте, как вам Питер? Я первый раз приехала в Питер в прошлом году. Я просто без ума от этого города. Побывала в соборах. А вы вот рады были, когда Лину пригласили играть за «Зенит»? Я как-то испугалась, честно сказать. Почему? Грустно стало мне. Думаю, сейчас привыкла только к той команде «Локомотива». Играла, играла, и теперь новая команда. Сейчас я очень рада. Она играла с этими. Она Порядину знала давно, Ольгу Сергеевну. Греченко из той команды. Многих знала она. Поэтому как-то уже спокойно. Женская команда «Зенит» была создана в 2020 году. Новый коллектив сразу же был заявлен для участия в чемпионате и Кубке России среди женщин. Ну и общая слава «Сине-бело-голубых» накрыла новенькую женскую команду. Футболисты становятся все больше и больше болельщиков. Познакомимся еще с одной представительницей питерского женского «Зенита». К нашему разговору присоединяется Вероника Куропаткина. Здравствуйте. Вероника, вместе с Линой вы играли еще за «Локомотив». Там познакомились впервые. Как вообще нашли общий язык? Ну как бы, я думаю, мы знали друг друга заочно. Так по инстаграму видела. Думаю, ну, играла вроде. Закончила. Что-то в Кубаночке была. А потом в «Локомотиве» первый год мы косо друг на друга смотрели. Она еще когда пришла, она пришла недели через две. Я после того, как клуб уже как бы первых, так скажем, девчонок позвал. И она в центре полузащиты, и я тоже. И я думаю, что-то приперлась вообще. Это моя позиция. Первый год, наверное, мы вообще не общались. Ну как-то там не входили в сферу интересов друг друга. Потом сборная, у нас вместе пожили, и все. И потом вообще вместе жить стали. Даже в Москве. В одном из интервью Лина отметила, что некоторые мужчины стесняются ходить на женский футбол. Мол, тот, кто ходит на женский футбол, это подкаблучники. Вот, Вероника, ваше мнение по этому поводу. Что бы вы сказали этим мужчинам? Ну не знаю, почему Лина так решила. Может, потому что Даньку так часто мы называем, а он на футбол ходит. Она такая, ну, наверное, и все такие. Но нет, я не думаю, что подкаблучники они. Как бы я думаю, что они, наверное, недооценивают немножко женский футбол. Потому что считают, что команда РПЛ, так скажем, лучше играют, чем мы. Хотя это вообще не так. Ну вот сколько мы были на матчах. Если играет не первая восьмерка, там, например, «Зенит» и кто-то из первой восьмерки, то матч не такой уж и зрелищный. А у нас неважно, с кем игра. Все более, наверное, конкурентоспособны чемпионаты, именно женские, на данный момент. Потому что неизвестно, как закончится игра. Любой может выиграть. И ты постоянно настраиваешься, как на последний бой, так скажем. Поэтому, я думаю, скорее, они чуть-чуть недооценивают, а не считают себя подкаблучниками. Будем считать. Это замечательная сейчас, кстати, реклама. Притом очень хорошая реклама. Поэтому, дорогие друзья, если где-то у вас появилась возможность пойти и посмотреть вживую на женский футбол, наверное, это абсолютно незабываемое зрелище. Не отказывайте себе в этом ни в коем случае. Да, полностью с вами согласна, потому что мы и головы разбиваем, Лина не даст соврать. И очень зрелищно во всех аспектах, так скажем, стараемся себя проявить. Спасибо огромное. И вам большое спасибо. Линка, целую, люблю, соскучилась. По поводу жесткости женского футбола, да, уже сегодня неоднократно с программой об этом мы говорим, и с тренерами, и с Линой, по поводу силовой какой-то всей истории, которая заложена в самой игре. Вот что скажете про свою дочь? Она реально может снести соперницу на поле? Нет. Наоборот, ее толкают. То за майку цепились, то под ножку ставят. Очень грубо играют. Вот некоторые команды очень грубо играют. Они, видите, что проигрывают, уже начинают агрессировать. Ну, она там, это, смотрю, упала. Все. Все-таки дали ей по ногам. Хромает. Ножка болит. Пошла лечить. Вот это она головой стукнулись, а когда в рубине играли вот эти... Рассечения, да. Рассечения получили. Это было ужас. Шок был. Вы по телевизору смотрите? Плакали. Плакали. По телефону все вот это все. По инстаграмму показывали. Даже Америка сняла. А вы плакали, когда видели? Конечно, плакала. Все плакали. Все. Не то слово. Я без конца звонила. Она не терпит лежит. Не терпит же. Она же не может дома лежать. И все понесло у нее лицо. Вот это вот. Но сейчас все хорошо. Пошла на тренировку. Через день-два пошла на тренировку. Голова перевязанная. Отправили ее. Нельзя тебе. Нет. Буду ходить. Ну, прям пошла. Ну, вы как мама? Вот вы как считаете? До какого возраста Лине стоит оставаться в футболе при всех вот этих вот обстоятельствах? Что угроза травмы, да, что достаточно жестко все. И насколько силы хватит у нее? Ну, нравится ей. Ну, то есть вы ее останавливать не будете, не рекомендовать ничего? Как она решит сама, так и будет. Я думаю, она останавливается, пока не собирается. Давайте сравним ваше мнение с мнением главного тренера женского футбольного клуба «Зенит». Ольга Сергеевна Порядина у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама Лина, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Сергеевна, здравствуйте. Ольга Сергеевна, когда вы впервые обратили внимание на Лину? После чего вот было принято решение пригласить ее играть в «Зенит»? Лину, во-первых, я знаю очень давно. Я еще помню, будучи игроком, команда «Россиянка», и помню, как они перешли к нам в профессиональную команду из Двинигорода. Обратила внимание, когда команда «Зенит» образовалась, мы стали отслеживать игроков внутри нашего чемпионата. Лина подкупала свои работоспособности своим желаниям, и поэтому решили пригласить ее, попробовать, чтобы она поменяла команду, можно так сказать. Даже так поменяла команду? Да. Ольга Сергеевна, знаете, вот в команде всегда каждый талантлив по-своему, можно так назвать. Вот Лина, чем она выделяется у вас в команде? Вы знаете, Лина очень целеустремленная. Также с большой самодачей она подходит как к играм, так и к тренировочному процессу. Также всегда подскажет, поможет, придет на помощь девочкам в команде. Могу так сказать, что она пользуется уважением в коллективе. Еще у нас Лина, она очень позитивная, коммуникабельная, стильная. Вот это вся Лина. Ольга Сергеевна, вот женщины такие эмоциональные, бывают сложности в тренировочном процессе, из-за перемен настроения, в эмоциях. Не мешает это девушкам играть? Бывает, конечно, но стараемся с этим справляться. Каким образом? Кнут и пряник. Ольга Сергеевна, а чего не хватает женскому футболу? Вот так вот, если в глобальном плане подойти. Я думаю, популяризации. В основном не хватает женскому футболу. А так женские команды появляются уже в структурах мужских клубов, что очень это радует. Плюс расширяется география женского футбола в нашей стране. Это тоже радует. Но не хватает чуть популяризации, чтобы как можно больше говорили в нашей стране о женском футболе. Я в этом отношении вижу особую миссию нашей программы. Потому что мы уже не первый раз говорим про именно футболисток. То есть уже не первая героиня у нас в нашем цикле программ именно из женского футбола. И поэтому, Ольга Сергеевна, мы с вами. Мы с вами мысленные. Мы, в общем-то, занимаемся тем, о чем вы говорите. Ольга Сергеевна, скажите, пожалуйста, с учетом того, что сам по себе клуб, именно женский клуб «Зенит» совсем молодой, поклонники уже есть? Есть. Знаете, очень понравилось, что как только команда «Зенит» образовалась, у нас уже появились свои болельщики. Также они посещают все наши не только домашние матчи, стараются также ездить с нами с командой на выезд, что очень тоже приятно. И когда ты в другом городе слышишь их голоса, это тоже очень важно и для девчонок, и для команды в целом. Спасибо тебе большое. Хорошо. Итак, главный тренер женской футбольной команды «Зенит» Ольга Сергеевна Порядина была у нас в эфире. Всего доброго. До свидания. Ну что, Нурья Закирьяновна, со всеми Ленинами начальниками мы сегодня пообщались. Слушайте, вот, а вы вообще ругались когда-нибудь на Лену? Или после того, как она в детстве обиделась на вас и собиралась к лягушке, больше нет, не практиковали? Каждая мать ругается, как бы, проказницам нашим, пока не вырастут. Скрывать не буду. Ругалась, обывала. Наскодничает, ругаюсь. Ну вот за что чаще всего приходилось отчитывать ее? За то, что она иногда не послушает меня. Скажу так, она по-другому, по-своему сделает. Конечно, я ругаю. Мне хочется по-моему. Или скажу, не ходи туда. Все. Она обиделась. Истерика. Я пойду. Например, на стадион даже тут бегать. А хвалить вашей семье есть такая традиция? Конечно. Люблю я своих детей сильно. Обнимаю, нежу. Это мое. По хвальных слов в адрес Лины Якуповой сегодня прозвучало довольно много. И, конечно, я уверена, вам это очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Потому что, ну, и тренеры все, да, все прекрасно говорят. Но это еще не финал. Мы сейчас сделаем еще одну небольшую паузу, а потом вернемся к разговору. Мама знает все на Авторадио. Самые откровенные истории из жизни футболистов и их семей. Самое честное мнение о том, сколько стоит успех в профессиональном спорте. Все это в нашей программе. Проект «Мама знает все» создан по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Мы продолжаем. В студии мы вместе с мамой российской футболистки Линой Якуповой. Нурией Закирьяновной. Ваши Гулькевичи. Небольшой город в Краснодарском крае. Но там что-то особенное происходит с женским футболом. Согласны? Согласна. Как вы это объясняете? Есть ощущение, что в этом виноват тренер Константин Викторович Говорунов. Совершенно верно. Виноват Говорунов Константин Викторович. Наших девчонок любимый тренер. Первый тренер у Лины. Там еще девчонки у Самойловой в «Локомотиве». Братко. Сейчас она ЦСКА играет. Много девочек он выпустил. И все это в Гулькевичах. Удивительно. Да, да. Надо срочно звонить Константину Викторовичу. Здравствуйте. Приветствую всех. Здравствуйте. Константин Викторович, вы заметили Лину, когда она еще занималась борьбой. И позвали к себе в команду. Что тогда заставило вас обратить на нее внимание? Обратил внимание, я ее вообще-то в школе на уроках физкультуры. Я увидел, что она с мальчишками довольно-таки азартно играла в футбол в спортивном зале. Я говорю, не хочешь ли заниматься в спортивной секции по футболу? Она дала согласие. И вот так мы начали взаимную работу, так сказать, развивать футбол. А к тому моменту у вас девчонки уже играли какие-то? Да, был такой опыт серьезный. Наталья Саратовцева. Они даже и потом играли вместе. Ну, она чуть постарше была. Ну, у меня в основном девочки в таких смешанных группах. То есть, в основном мальчики, да, ну, там несколько девочек. Тренировались, играли даже, да, на соревнованиях. Девочки к мальчикам у нас допускаются. Поэтому я их, естественно, давал им практику с мальчиками поиграть. А как парни-то принимают вот эту практику? Я всегда на стороне девочек, как бы их оберегал, защищал. Не давал никакого спуска пацанам. Ну, и пацаны всегда с уважением, симпатией всегда относились к моим воспитанницам. Константин Викторович, ну, вообще, конечно, вот слушаешь вас, и вот Нурьюза Кирьяновна мы послушали. Действительно, огромная роль, заслуга именно ваша в том, что девчонки в небольшом городе выросли и выросли, доросли до больших команд, до национальной сборной. Старт дали им вы. Притом ни одной только Лине. Просто вот сейчас на всю страну благодарности вам пусть все слышно запоминает. Константин Викторович Говорунов. Уникальный, абсолютный человек. Спасибо, очень приятно. Честно говоря, таких благодарностей очень мало, и особенно если на всю страну, это вдвойне, втройне и многократно приятно. Константин Викторович, а когда вот вы поняли, что Лине нужно идти дальше, и что ее ждет большое футбольное будущее? Я видел, у Лины всегда глаза горели, она всегда с азартом, с любовью относилась к своему виду спорта, и как бы мастерство у нее прирастало, ну скажем так, на глазах. Естественно, я вижу, что если стремится человек, вот уже молодой человек, да, я вижу, что у него есть способности, ну как говорят у нас у тренеров, прилипает вся эта, как говорится, работа, да, тренировочная. Ну, естественно, я даю дальше путевку, да, и все возможные свои знакомства, какие-то, может быть, связи, да, естественно, я даю этим футболистам и футболисткам для того, чтобы они расслабили. Скажите, пожалуйста, а сейчас девчонки приходят в футбол? Ну, приходят, но, к сожалению, вот у тех девочек, что вот сейчас, да, в командах мастеров сборной, национальной сборной России, да, но у них не хватает терпения. На уровне 12-13 лет пропадает интерес. Почему, честно говоря, не знаю. Это надо, наверное, больше, глубже изучать эту проблему, нежели чем вот просто тренерская. Да, я как тренер выполняю все то, что, как и выполнял, даже и больше, да, я стараюсь изучать новые методики, вводить новые какие-то новшества, вот, то есть все стараюсь делать для детей, но, к сожалению, пока так. Константин Викторович Говорунов, уникальный человек, спасибо вам огромное, очень рады, что вы у нас появились в эфире. Мама знает все. Продолжим разговор про тех, кому спорт интересен, и уже много-много лет. Продолжаем вспоминать. Итак, в 14 лет Лину вашу пригласили в училище Олимпийского резерва подмосковной Звенигород. Ну, Рия Закирьяновна, ведь наверняка не хотели отпускать дочку. Не хотела, боялась. Сейчас только разговаривали с Константином Викторовичем, да, он меня уговаривал, говорил, что не бойся, поедешь, побудешь там, будущее ее будет. Вот, я боялась, я переживала, думала, сейчас куда-нибудь продадут, и все, мысли какие были. От меня ни на шагу. Ребенок все-таки уговорили. В Москве встретили нас. Я ребенка привезла туда, в Звенигород. Нас там встретили. Хорошее общежитие, так скажем, там охрана, там все, как бы, столовая шикарная. Я там в поезде, я поехала домой, еду в поезде. А вы ее оставили? Оставила и плачу. Она уснула как раз, тихо-тихо, три дня там пожила, поехала. И плачу, еду по дороге, плачу, плачу. Женщины в поезде спрашивают, вы что так плачете? Я говорю, девочку отвезла. Ай-яй-яй, как это ты могла оставить, чертый, где девочку? Да сейчас все продадут, сейчас... Без малого я, еще хуже мне плохо стало. Я говорю, сейчас я на этой станции вылезу, поеду обратно и заберу дочку. Потом все, нормально, все, уже потихоньку привыкать стали. А как она сама перенесла разлуку с вами? Плакала, сильно плакала, домой хочу. Без малого я не забрала ее, не поехала. Потом перетерпели какой-то период. Она там школу закончила, получается, в Венебороде. Да, и заочно закончила вот этот гостиничный институт. Очень скоро пришли первые победы. В 17 лет Лина Якубова вместе с командой училища Олимпийского резерва взяла бронзу в первой лиге. Через год была лучшим бомбардиром. В 19 выиграла чемпионат. Отдельно, как мне кажется, стоит упомянуть феерию настоящей Лины в составе молодежной сборной страны. В 2008 году в одном из матчей против Молдавии Лина Якубова забила 7 голов. А я не знала этого. Вы не знали? Нет, она мне ничего не говорила. Как хорошо, что мы встретились в этой программе. Как хорошо. А потом вдруг сильная молодая футболистка решает закончить карьеру. Что случилось, мама знает? Она мне сказала, говорит, мама, я хочу нормально работать. Я, наверное, не буду. В Кубаночке, когда играла, когда вот это ее настроение испортилось, когда ее с тренершей там не ладились, а что-то она ее очень злая была. Лина, и она не захотела. Потом ее приглашали в Пермскую. Она говорит, мам, приглашают. Ну, я, говорит, ездила. Смотрела, не хочу. Там серый город. Не нравится ей Пельм. А что ты хочешь? Я хочу в Москву. Пошел в город хочу. Дочек. Как же так? У нее там подруга была. Конечно, помогла. Благодаря ей тоже. Я не буду в футбол. Бросила карьеру. Ну, работала. Работала, работала. Потом тренером выучилась. Она, по-моему, работала администратором в фитнес-клубе. Там работала. Потом она пошла куда-то в гостиницу. Ну, менеджером тоже. Принимать гостей. Принимать гостей, где артисты приезжают туда. Мама говорит, я поработала, мне это не нравится. И она сразу ей не понравилась, она ушла. А потом говорит, мамуль, представляешь, меня пригласили в локомотив играть. Я пойду. И мы поговорим об этом подробнее с главным тренером женского локомотива Еленой Фоминой. Очень приятно, Елена Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна, вот Лина Якупова за свою карьеру успела поиграть чуть ли не в большинстве клубов женского чемпионата страны. Как по-вашему, она полностью раскрыла свой талант? Или вот что-то еще не получилось, и над чем-то надо поработать? Мне кажется, что последние годы показывают, что она выглядит, на мой взгляд, значительно ярче, чем в предыдущие годы своей карьеры. Есть положительная динамика для тренера, если оценивать, что она молодец. И я думаю, что сейчас, на сегодняшний день, она раскрыла себя максимально возможно. Смотрите, вот будучи футболисткой «Зенита» и, соответственно, национальной сборной, Лина еще имеет тренерскую лицензию и даже входила в тренерский штаб юношеской сборной России. Как вы считаете, вот насколько это обстоятельство помогает ей в игровой карьере? Ну, конечно, любой тренер желает, чтобы игрок понимал тренерскую работу. И почему сейчас, например, мы пропагандируем в большинстве случаев в своем, чтобы игроки, не заканчивая еще карьеру, уже начинали учиться на тренера. Потому что взгляд со стороны, он немножко отличается от игрока, который находится внутри команды, который находится внутри событий. Вот это вот сочетание дает какой-то прогресс, мне кажется, футболисту, потому что он смотрит на футбол по-другому и видит уже те моменты, которые видит тренер и требования понимает. Поэтому мне кажется, что это большой плюс в ее карьере, что она имеет лицензию тренерскую, пробовала работать. Пусть это будет юношеская сборная, где маленькие девочки, их надо обучать еще, все-таки процесс обучения идет. Но мне кажется, что это большая помощь для футболиста. И мне бы хотелось, чтобы каждый понимал, наверное, какую-то частичку вот этой тренерской работы, и это будет двигать только к росту. Елена Александровна, а вот вы же Лину первый раз в сборную приглашали, по-моему? По-моему, да. Не было приглашения в Лину в сборную, но я видела в ней потенциально сильного игрока, и мне нравилось, как она играет в клубе, как она выполняет требования. И действительно, да, на официальные матчи я приглашала ее, и на сегодняшний день придерживаюсь того же, что она игрок сборной. Спасибо вам большое. Спасибо за очередное участие в нашей программе. Итак, главный тренер женского клуба «Локомотив» Елена Александровна Фомина. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Спасибо. Спасибо, Елена Александровна. До свидания. Нурия Закирьяновна, вот сейчас, по прошествию лет, как вы оцениваете решение дочери вновь вернуться в футбол? Правильно я решила. Как сердце подсказало ее. Я не имею права ее остановить. Я не имею права ей указывать, показывать, как ей жить. Где нравится, там и надо работать. Спасибо вам огромное. Спасибо, что приехали. Спасибо, что согласились принять участие в программе. Спасибо за вашу откровенность, за вашу искренность. Спасибо вам тоже большое. Спасибо. Переслушать все выпуски программы «Мама знает все» можно на подкаст-платформах. Яндекс.Музыка, Apple подкасты, подкасты ВКонтакте, а также на сайте Авторадио. В студии были Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Счастливо. До свидания. Самые близкие и важные в жизни люди – мамы – помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!